Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня начинается двухдневное заседание американского регулятора. Ранее на вебинаре, да и на брифинге очень многое говорил о перспективах американской денежно-кредитной политики и объяснял эти перспективы с позицией их влияния на американскую валюту. Запись вчерашнего вебинара доступна на нашем YouTube-канале H-Markets. Если интересно, можете пересмотреть, потому что там действительно со всех сторон мы разобрали именно те изменения, которые могут произойти в рамках монетарного кабинета АФРС. Итоги двухдневного заседания будут подведены в среду и именно от того, как рынок отреагирует на них, именно от того, что скажет председатель ФРС Джером Фаул, будет зависеть дальнейшая динамика американского доллара. Пока, друзья, мы окончательно не определимся с этим, не разберемся с этим, не увидим реакцию доллара. Наверное, обозначать какие-то новые торговые идеи сейчас было бы неправильно, потому что никто до конца не может знать, как по факту мощной влатильности в конце концов сложится судьба американской валюты. Поскольку мы делаем больше акцент на фундаментальный фон, я уже много раз говорил, что моя позиция, она не меняется, потому что я не могу купить американскую валюту на фоне стимулирующей политики Федрезерва. Я куплю доллар, и я развернусь по индексу американской валюты, и, возможно, буду уже строить следующие рекомендации, которые станут предполагать ослабление риска на фоне укрепления доллара, но не сейчас, друзья, а как также было ранее отмечено, в августе это в лучшем случае, когда состоится симпозиум Джексон Холли, и когда американский регулятор с имеющейся небольшой, но хоть какой-то вероятностью, может как раз анонсировать обсуждение только лишь дорожной карты последовательного и постепенного выхода из экономических стимулов. Сами изменения в лучшем случае будут происходить только в 2022 году. До этих пор, то есть до августа, даже с сентября, можно так сказать, я буду придерживаться позиции ослаблением курса американского доллара, и буду рекомендовать вам смотреть на доллар именно через сделки СЛ. Напоминаю, что завтрашнее заседание Федрезерва – это, по сути, ответ на вопросы, готов ли американский регулятор и считает ли он необходимым сейчас изменить политику из-за последнего роста инфляции, который, как вы знаете, был значительным, в частности, по основному показателю индекса потребительских цен максимум с 2008 года, по базовому индексу максимум с 1992 года. Но рост инфляции, который мы видели, он опирается лишь на временные факторы, поскольку открытие границы высвободило потребительский спрос, а в свою очередь проблемы с поставками сейчас очень сильно затрудняют производство и дистрибуцию. Я считаю, что вот эти временные компоненты, они позволяют американскому регулятору пока что не торопиться с выводами и с решениями. Про рынок труда я также очень много говорил, друзья, то, что, может быть, прогрессирующая тенденция улучшения картины, она сейчас имеется, но прежде чем ФРС созреет к судьбоносным решениям, придет к решению отказа от стимулирующей политики, нужно еще создать 7,5 миллионов рабочих мест. Это не произойдет в ближайшее время, скажем так. Поэтому по доллару сейчас мы индекса американская валюта 90.43. В принципе, диапазон хода 90-90.50, он сохраняется уже не одну неделю, и вот мы наблюдаем за тем, когда же бакса вырвется из этого коридора. Сейчас мы наблюдаем за событиями и явлениями на рынке, которые являются историческими, феноменальными, парадоксальными и необычными. Я также на вчерашнем вебинаре делал акцент на то, что, в принципе, то, что сейчас происходит, такого быть не может. У нас параллельно растет доллар и американский фондовый рынок. У нас растут инфляционные ожидания, показатели инфляции, при этом доходности американских облигаций валятся. Снижается доходность трешерис и снижается золото. Друзья, это странно. То есть рынок нуждается в порядке, в восстановлении гармонии, и я рассчитываю на то, что ФРС наведет этот порядок уже по итогам завтрашних итогов и пресс-конференции. Но, скорее всего, после волатильности, которая, безусловно, ожидается под закрытие вчерашней, завтрашней торговой сессии, порядок будет в некотором подобии восстановлен только в четверг, но в четверг мы с вами все это и обсудим. Ранее я говорил о нескольких инвестбанках, которые сейчас топят за идею ослабления курса доллара. Морган Стэнли, который мы давно с вами не трогали, не разбирали, также сейчас рекомендует присматриваться к индексу доллара с точки зрения продаж, с целями, которые вам уже известны, в районе 89 и ниже. И американская валюта при том сценарии, который был уже озвучен, реально может развернуться до конца текущей недели. Золото 1864, как я уже отметил, очень много будет зависеть от решений ФРС и от того, что скажет Джером Пауэлл. Золото локально сегодня восстанавливается, золото должно расти из-за тех инфляционных рисков, которые присутствуют. Это спрос на золото подтверждается также и повышенным спросом со стороны центральных банков, которые в первом квартале купили 200 тонн золота. Данные американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC также указывают то, что текущая позиция 200 тысяч контрактов примерно такая же, как была накоплена рынком перед тем, как золото рвануло выше 2000 долларов за тройскую унцию. Я считаю, что 2000 мы точно, друзья, еще увидим. И я допускаю, что в ближайший даже квартал. Поэтому рекомендую, как и раньше, на золото смотреть с позиции долгосрочного трейда и с позиции восстановления. Откуда вы его купите, это уже кому как повезет. Дождаться ли еще, удастся ли более глубокой коррекции, либо то снижение в районе 1850, которое мы видели, это уже было своего рода дно для рынка драгоценных металлов. Нефть 73.10, повышенный спрос прогноза ОПЕК, Международного энергетического агентства, администрации энергетической информации. Все это сейчас толкает котировки вверх. Опять же, глобальная вакцинация – это повышение мобильности людей. Соответственно, рост автомобильного трафика и рост спроса на авиаперелеты за счет того, что у людей уже накопилось вот это желание путешествовать, из-за того, что ранее они были в этом ограничены. Поэтому повышенный спрос на авиационное топливо даст еще о себе знать. И ранее я уже говорил, что еще в месяц другой, и у нас точно будут показатели спроса уже выше, чем те, что мы наблюдали в 2019 году. В эту среду выйдут данные по запасам нефти в США. Я ожидаю в этот раз снижения как запасов нефти, так и запасов бензина. Соответственно, рост цен на нефть продолжится. Но пока что я вне сделок ищу более оптимальную точку входа. Надеюсь, что она будет, друзья, в случае локальной, может быть, даже оправданной техническим анализом коррекции. Так, по остальным активам все без изменений. Евро против доллара, кстати, восстанавливается. 1,2123, игнорируя даже текущее сейчас локальное укрепление доллара. По британцу, друзья, 1,4110, к сожалению, реализовался сценарий, который не хотелось бы видеть. Борис Джонсон отложил отмену карантинных ограничений, полное снятие локдауна до 19 июля. Думаю, что в конце концов это еще аукнется в динамике фунта. Но все равно пока не будем торопиться, отказываться от длинных позиций, потому что все будет зависеть дальше от доллара. Евростокс очередной исторический максимум. Американский фондовый рынок также на исторических аях. В обоих случаях нужно держать длинные позиции. Цели ранее я вам обозначал. Сегодня, друзья, в 15-30-ти роничные продажи по США. Смотрим за статистикой, но, скорее всего, цифры не разочаруют, поскольку мы видим, как инфляция растет. Инфляция – это как раз отражение повышенной потребительской активности. Но с ростом роничных продаж я в большей степени сейчас бы поставил на то, что еще сильнее вырастет американский фондовый рынок и, возможно, припадут позиции доллара. На этом все. Хорошей торговой сессии. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова